Желаете на духовную тему поговорить или какие-то вопросы задать? Желаю поговорить. У вас микрофон где-то далеко. Поближе сделайте, чтобы слышно было. Вот, слышите меня. Да. Мы из Барнаула, православные проповедники. Мы зашли на этот канал. Ага, понятно. Пакости здесь ужасно. Раздетые, блуд творятые, чтобы людям рассказать о Христе. Считаем Евангелие, Псалтырь, молимся. Отвечаем на вопросы. Так? Да я верующий, как минимум. Ну, это хорошо. У верующего тоже вопросы бывают, потому что, ну, вера бывает, только человек начинает верить, и бывает, и больше знает. Не, я только верю. Вот и все, на самом-то деле. Сегодня многое можно узнать через интернет. Вот так. Может, какие-то вопросы вас интересуют? Да не знаю, какие вопросы. Вот, скажите мне, что ждет меня после смерти? Так, микрофон рядом держите. Да, да, да. Ответы мы все находим из Откровения Божия. Вот оно где. Библия, понятное дело. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих, на этот вопрос дают ответ. Верующие в Сына Божия, в Иисуса Христа, имеют жизнь вечную. А неверующие не увидят жизни, но гнев Божий пребывает на нем. В Евангелие от Марка, 16 главе, говорится, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Фактически это одно. А во втором послании к Коринфянам, 5 глава, 10 стих, написано так. Так, всем нам надлежит предстать предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он сделал, живя в теле, доброе или худое. Вот теперь сами решите, как ваше состояние. Апостол Павел говорит, на ресталище многие бегут, это на стадионе, но один получает награду. Итак, бегите, чтобы получить. Еще есть один, два, раз. А что, допустим, после смерти, да, будет считаться за хорошие поступки, а что за плохие вообще? Ну, в первую очередь, делами никто не спасается. Мы христиане православные. Я ссылаюсь на Святую Библию, на откровение Божие. Главное, это то, что мы принимаем веру во Христа Иисуса. Верующий в Сына Божий иметь жизнь вечную. То есть, тут надо посмотреть, вот Адам с Евой согрешили по-человечески, а что они сделали там? Ева сорвала запретный плод. Ну, по-нашему, если сказать, там, груша, яблоко, оно так не называется. Ну, и какая вина-то-то, большая ли? У Бога по-другому все. Умерло уже из-за этого больше ста миллиардов людей. Вся природа, животные, молекулы, все сделалось смертным. Рыба, океан, все сделалось смертным. А вот когда Господь явил Свою любовь и на землю послал Сына Своего Единородного Иисуса Христа, который воплотился через Деву Марию от Духа Святого, и в 30 лет Он вышел на проповедь, а в 33 года Его казнили. И вот Он взял на Себя грехи мира. Вот есть Третьяковская галерея в Москве, и там один зал посвящен картине Иванова. Называется «Явление Христа народу». Иоанн Креститель. Люди крестятся. Вы можете найти эту картину здесь сразу. И он руку простирает, и там идет Салма Христос. Он говорит «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Вот теперь мы веруем в Него, какой бы ты ни был, какие твои дела бы ни были, ты сегодня услышал, скажи, Господи, я верю, ты умер за меня и кровь свою пролил, страданием на кресте меня ты искупил. Прости меня, ты еще ничего не делал. За тобой только убийство, блуд, воровство, клятвое преступление. То собери весь уголовный кодекс. Господь на это не смотрит. Он за все это ответил. Но теперь от этого момента ты не свой. Христос выкупил тебя из плена сатаны. Теперь ты друг Божий. Трудись для Него. А как? Какие дела правильные? Дела милосердия. Вот первая триада – это молитва, пост, милостыня. Притом не так, что, получая, что ты, допустим, полмиллиона, копейку отдал. Вдова положила две лепты. И Господь говорит, она положила больше, чем эти щубайцы положили. А у них миллиарды. Она, говорит, положила пропитание свое. Видишь жаждущего напой, алчущего, хотящего есть голодного, накорми, болящего по сети, в темнице заключенного навести. И когда на суд Божий начнется, Господь разделит налево и направо. Это Евангелие от Матфея, 25 глава. Он подробно говорит, овцы на правую сторону, козлища на левую. И он скажет, я был такой-то, нуждался, вы помогли. Мне не скажут, а когда мы тебя видели? А он скажет, а одному из этих малых верующих у меня вы помогли? В детдоме, может быть, в доме престарелых, соседняя бабушка там обижаемая. А другим скажет, вы мне никогда ничего не сделали. А где мы тебя не сделали? Вы видели этих нуждающихся? А вы думали только о себе, эгоисты? Идите, проклятый, в огонь вечный. Вот я своими словами это передаю. Вот доброе и худое, Бог пробуждает совесть. На каждое дело не наобъясняешься. И ты увидишь, что сейчас мне один звонит. Сегодня. Я к вам так хорошо относился, а сейчас мне так противно даже сделалось, что со мной знается. Я говорю, а чем я вас мог обидеть? Так а вы сказали, что вы за Путина. Я говорю, а где я это сказал? Покажите сначала. Я молился за Него и молюсь каждый день. Что? Это повеление Божие. Молите за старей за начальствующих. Я утром и молюсь, и ночью молюсь. Господи, обрати в лик Твой направителей наших. Вразуми их. Дай им страх Божий. Чтобы мудро управляли народом. Чтобы дали достойно жить, дабы нам было из чего уделять нуждающимся. Коснись сердца Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Петра Порошенко, Александра Лукашенко, Эрдогена, Турция, Рамзана Атамщична и Нурсултана, Казахстан. Я их поминаю имена. И сохрани их от покушения на них. Где я за них? Я их не выбирал. Голосовать я не хожу. Где вы увидели, что я за то, что... Ну, у меня пенсия. Вот 35 лет стажу. А пенсия мне назначена 8141 рубля 33 копейки. Все понимают, я даже квартиру не могу оплатить. А я живу еще, надо пить и есть. Но я голодный не бываю, роптать не буду. Вот вспоминаем, у нас в семье было 10 ребятишек. Вот у отца руки так вот не было с фронта. А с матерью они полкласса не кончили на двоих. Им жили бедно-бедно. Но ни одного ребенка больного не было. Все учатся. И самое главное, мать с отцом никогда не ругали власти. И мы этому не приучим. А на что я буду ругать его? Мне за собой смотреть. Я за него отвечать не буду. А он за меня будет. Будет, потому что он мне не дал нормально жить. Нормально это. Но если депутат получает там 500 тысяч, то мне-то хотя бы 10-ть могли дать. А мне не давали нигде работать на хорошей работе. Я верующий. Меня давили. Я прораб. Работал на корабле. А меня все это убрали. И только вне ведомственной охраны. Милиция в том районе, где я живу. Моей вины никакой нет. Я не сидел. Деньги были. Я печник. Я профессиональный строитель. Я 40 лет печи ложил. А печь это выгодно. Во-первых, я улучшаю качество. Меньше топлива. Люди довольны. Стоят в очереди, ждут, когда я сделаю. Мне говорят, ну пенсия маленькая ты получал. Но я не копил денег. Я искал нуждающихся. Были подпольные типографии. Подпольные. Вот они баптисты. А мы православные. А мы это знали. Евангелие они печатали. И мы туда давали деньги. Не им, а тем, которые работают. Бумагу, краски надо достать. Я верующий. Я просто поясняю. Это что Бог делал через нас, это Бог делает. Моей награды никакой тут нет. Я понятно объясняю? А дальше совесть. Вот говорят, а что такое совесть? Ну совесть такие премудрые объяснения. У меня свой опыт. Я 56 лет уже на должности проповедника. Я отвечаю так. Это тот участок души, души, через который слышится голос Божий. Вот по совести поступать надо. Заступись за обижаемого, за покинутого, слепого, одинокого, голодного. Мы всегда помним о тех, которые в Сирии дети. Все время молимся о них. Мы нуждаться будем тоже когда-то. Может быть. Вот мне 80 лет уже. 80 лет. Что ждать? Я уже пережил свой срок. А мне все еще все дорого, когда я считаю, вот там погибли, там кто-то. Я не могу помочь. У меня нет ничего. Я могу только молиться. А что я дам-то, когда ничего нет? У меня ничего нет совсем. Вот у меня один прибор, это кто-то купил, дали, я не звоню. Мне звонят. У меня платить нечем. Но я не ропщу и голодный ни разу не был. Мы строим с нуля православную деревню. А их 21 тысяча сел разрушено. И ни одно не восстанавливается, кроме нашего. А у нас написано, с кем мы можем разговаривать, кто не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Первый разговор. Я, по милости Божьей, создал детский лагерь православный. 45 лет его начальник. Тысячи детей отдохнули. И ни рубля государства не помогло. Я должен кормить, я должен заботиться. Ни одного ребенка нет, который бы там заболел, пострадал, утонул, как у них в лагерях. Дети приезжают наркоманы. А уезжают, он забыл даже про это. А как? Молитва. Ежедневно купаются, раз 5-6. На лодках плавают. Дрова пилим, сами себя обеспечиваем. Конечно, помогают люди, где-то знают меня, и там, кто-то там имеет доступ, муки. Я печник, печи сделал русские. Дети рыбачат. У нас все есть. И в этой бедности нужно научиться жить красиво, интересно, достойно. И не роптать, не завидовать. Я не завидую никому. А зачем? Я сытый. Вот, если вы заинтересовались, вы внезапно только не отключайтесь. Вот, у нас есть в Ютубе канал. Он называется «Во свете Библии». А то вот у меня свет светит, а это все рассматривается «Во свете Библии». Вот. «Во свете Библии» канал Игнатий Лапкин, это я. Если вы запишите, не забудете, то у нас на Ютубе, на нашем канале 14500 роликов. То есть, такой цифры ни у кого нигде нет. А почему? Ну, а мы много ездили, вот мне Бог позволил издать 38 томов книг, я вел занятия в университетах, радиопрограммы, вот. И людям это отдали. Мы проехали от Барнаула до Владивостока, отсюда до Лиссабона. Отправляли на границу там от контейнера книг, оттуда-то заезжали, пришли в Турцию, в Скандинавию, в Прибалтику, посетили 650 городов. И подарили книги на 35 миллионов. Книги, которые имеют возрождающие действия. Человек считает, их он совершенно другой делается. Это Бог делает так? Мое там, я не признаю это. Вот мне Господь позволил написать стихотворение 3467, по 9 куплетов, это 4 тома, по 800 страниц. И у каждого эпиграфа из Библии. Я сегодня считаю, я первый раз их вижу, настолько они выше моего развития. У меня гуманитарного образования никакого нет. Я просто, как говорят, глубоко верующий. Я для Бога это все делаю. Для Бога. В этом радость. И вот, если вы зайдете в скайпе, вам, ну, западет в голову побеседовать. В скайпе Игнатий Лапкин. Я один с этим именем, фамилией. Но если вы во свете Библии, кроме Ютуба, зарядите слово сайт, то попадете на наш сайт, во свете Библии называется. Там море информации. 50 книг, который я насчитал, аудио. Библия, архипелагулах, фильмы государства на нас сняты. Непростые фильмы, занявшие первое место на международном киноконкурсе. Первое место в России. Во свете Библии. Свет от Библии. Я ничего к себе не приписываю. Почему? У меня нет специального образования. Я просто молюсь. И вот сюда, в Ютуб, в рулетку зашли, потому что тут столько безобразия. Такое садом, чтобы людям рассказать о Боге. Читаем Евангелие, Псалтырь. Как-то людям помочь выйти из этого состояния. Тут процентов 80 мусульман. Половина людей голая. Я уже два месяца здесь нахожусь. Не 20-го числа, а где-то с 25-го января, наверное. Еще, может, какие вопросы есть? Да, уже нет, Николай. Больше нет. Но если вас что-то заинтересует, о чем я говорил, тут много интересного, вы зайдите на наш сайт. Да, я уже все нашел. Открыто, это сказать, во свете Библии Игнатий Лапкин. Да, я уже нашел. И ваш сайт нашел. Он говорит, я все нашел уже. Да. А если зайдете в мой мир, Mail.ru, там у нас тоже Игнатий Лапкин зарядит. Я тоже один там с этой фамилией. Там 22 тысячи фотографий. Представляете, какие огромные материалы. Вам настолько интересно это будет. Мы ничего не скрываем, никаких комбинаций не делаем. Вот как было, так и есть. Утром мы молились, а мы так засняли и показали людям, как мы молимся, чего мы просим, какие книги считаем. Вот занятия идут с детьми, дети, как они одеты у нас. У меня брат, он священник, 40 лет уже. Как к нам приезжают митрополиты, алтайские, барнаульские, Сергий Иванников со священниками. Как служат. То есть, мы сами дороги делаем. Государство должно делать, а оно не делает. Мы делаем с нуля, потому что. Пруды делаем. Пруды, это озерца небольшие. Рыбу. Вот сейчас позвонили мне и сказали, ты будешь рыбу-то там? С меня рыба. Ну, Карпов покупают там. Ну, я сказал, 2000 я дам от пенсии. Там, чтобы три озера, которые сделают, чтобы туда рыбу запустить. Видите, как интересно это все. А неверующий, я что бы мог, только злился бы, ну и все, ругал правителей. Я, мы не голосуем, потому что мы молимся. Какой правитель есть? Ну, какой? Вот ругают Порошенко, там все время не такой. А мы этого не можем делать. Мы только молимся, чтобы его Господь сохранил. Я не скрываю, что он мне по виду даже нравится. Вот Рамзан Кадыров, мы у него были, благодарность получили, я ему подарил книги. Порошенко подарили этому. Лукашенко подарили, пришла бумага, благодарность. У меня еще один вопрос есть. А стоит ли это вообще того? Так поближе, повторите. Стоит ли ваша деятельность того? Ну, вы же какие-то, ну, от этого минусы получили. Ну, в 23 года, я услышал, я с детства знаю, что Бог есть, суд Божий, это я знал. У меня Господь сохранил от таких страшных грехов. Я никого не убил, с женщинами дел не имел, воровать не воровал, ни одного слова матершина по сегодняшний день не сказал. А другое-то, что я не знал, я вот такой грешник, весь в грязи. А вот 23 года, мне Господь позволил Евангелие в руках держать. И я покаялся, а работал на корабле в это время. Сильный, здоровый, учусь в училище, с выходом за границу. Вся биография пошла, говорится, под откос. Теперь началось, это вот 56 лет, я иду этим путем. Такой у меня стаж. У меня 5 тюрем за плечами, лагерь. 26 лет мучили меня там, и психиатрией, и что только не делали. А я остался живой. Живой? Мне вот 80 лет будет, 10 июня. 80. А у меня 3 голубяти, я с голубями вожусь, на велосипеде езжу. У меня никогда ни машины, ни мотоцикла не было. А в интернете, если вы зарядите, и поставьте слово счастливый, считает меня самым счастливым человеком. Незнакомые мне люди, там, профессора, генералы. А почему? Вы делаете с радостью то, что вам нравится. Да. Вот какие любимые занятия? Рассказать о Христе, чтобы люди спасли души свои. Это у меня самое главное, как в народе говорят, хобби. Понятно, понятно. Все понятно. Вот. Если будет желание по скайпу ввести по беседе, только обязательно, обязательно заранее внизу напишите, что мы с вами встречались в рулетке. У нас все выставляется. Вот мы с вами беседуем, это будет стоять в интернете. И вы себя можете увидеть. У нас хороший был разговор. Да, хороший. Я пару слов сказал. У вас как-то освещение так сзади как бы надо, лицо, чтобы было лучше видно. Да. Потом сделаю. Ну, приятно было пообщаться. Ближе, микрофончик, поближе к себе. Очень приятно было пообщаться. Ну, спаси Христос. Спасибо. Если ничего... Нет, мы спасибо не говорим, а спаси Христос. Столько я... В моей биографии вы увидели бы, это Господь делает. Это невозможно. Нет. Нет. Вот представьте, как нам... Вдруг Бог положил мне на сердце, книги помогли люди выкупить. Это 38 томов. Я 9 лет из-за компьютера не вылазил. В среднем с субботы, с воскресеньем в каждый день. Примерно по 14-16 часов провел. Набор делал, фотошопе работал, версткой занимался. А можно вопрос еще один? Давайте. Вот я хочу единственное от жизни вообще. Мне нужны никакие либо деньги там. Никакая власть мне не нужна вообще. Мне нужно только одно. Микрофон держите за себя. Держите его. Да, да, да. Мне нужно только одно от жизни. Только любовь. Все. Вот вы получите. Мы вот когда заходим сюда, мы молимся, Господи, пошли людей, которых ты подготовил, чтобы слышали. Вы скажете, да, то вы выдумываете. Нет, я только что из церкви пришел. В храме были сейчас, молились. Я только сел, и вы первые на меня встретились. Это ответ на молитву. Вы, то, что я вам говорю, вот, во свете Библии запомните два слова. Если сайт, вы зайдете на сайт, там 4124 вопроса я отмечаю о спасении, 55 папах. Если поставите форум, во свете Библии форум, зайдете на наш форум, 1600 тем. Это наши ресурсы. Ну, тут, главное, это моя работа. Вот. И вы там найдете все. И как спастись, и как быть верным, как не отчаиваться, как переносить страдания, болезни. Все. Вот утром мы молимся, утренняя молитва. Вы увидите сейчас, зайдете как, и там увидите. И там в конце, после молитвы, засчитывается, ну, один вопрос задал. Ну, вот я веру, а я какой? Я христианин, там, как поверить, что у меня спасение может быть? Я знаю, где взять. Я сразу говорю, читайте митрополита Григория до революции, Санкт-Петербургского. И у него книга есть «Один день святой жизни». И уже вчера и сегодня считали. Но окончание, наверное, будет дня через два. Прямо здесь вот вам ответ. После моления, вот зайдете на наш YouTube, и там написано «Утро, молитва». Там рядом, прямо этот третий ролик стоит. И в конце, когда мы кончили молиться, там поползет текст. И один человек считает слух. То есть у меня все может получиться, да? Конечно. Конечно. Христова любовь. Вот вы хорошее слово сказали. Главное, все, во всем и везде, это любовь. Вот у нас такой необычный лагерь был. Приезжали профессора, неоткуда-то, директор Кэстонского института из Лондона. Представь, откуда. Ее до Останкина там была, а с Останкина, в Москве башня-то, уже сопровождающего дали. Все-таки важный гость. И она все это видела. Видела, и даже половину мне не рассказали, что я увидел. И большая статья есть в сибирских степях о существении мечты. То, что она была и видела. Видите как? И поэтому с нуля начинай с человека. Вот какой ты есть. Только немало не сомневайся. Достань Библию, считай. И приходи на наши ресурсы. Здесь все. А если по скайпу зайдете, вопросы задавать будут. Мы выставим интернет. Понятно. В скайпе Игнатий Лапкин. Больше ничего не надо. Я один. Я уже нашел ваш канал. Вот. А если... Вот интересно. В Москве Ивановых, Ивановых, Иванов Ивановича, Иванов Ивановича, пять тысяч человек. Почему? Называли так. По прихоти. А вот у меня старший брат Самуил. А Самуил более известный. Это поэт был. Самуил Яковлевич Баршак. Вот. Я Игнатий. Следующий за мной брат Иоаким. У Богородицы это отец был Иоаким. Он священник. Вот отец мой Тихон, я Игнатий Тихонович. А у отца брат был Амос. Кажется, Наум, Стефан. Ну, где Амоса найдешь? У мамы три брата было. Они на фронте погибли. Макарий, Филарет, Эммануил. А сегодня Володя, Володя, Володя. Даже Владимир Владимирович. Ну, вот и все. Ну, никакой фантазии-то нету. А почему? Потому что родится человек и называется святцы, как календарь. Какие имена? Не ты выбираешь, а священник выбирает. Вот как было. Где ты видишь сегодня Терентия? А в правительстве у Сталина был Климент Ефремович Ворошилов. И Климентов нету, не Ефремов нету. А все, Наташка, Светка, брось, говорит, собаку, Володьку попадешь. Понятно. Ну, спасибо вам за разговор. Ну, храни вас Господь. До свидания. До свидания. Очень приятно было. Я очень рад. До свидания.